Основные битвы украинских националистов и советской власти закончились еще в 1944 году. За период февраль-сентябрь этого года, согласно докладной записке Лаврентия Берии, при проведении операции по ликвидации ауновских банд было убито 38 087 и захвачено живыми 31 808 бандитов. Явились с повинной 11 518 арестованных участников антисоветских организаций 7 968. Конечно же, на этом противостояние не закончилось, но после тяжелых поражений 1944 года УПА, по большому счету, ушла в подполье. Теперь охотилась не она, охотились за ней. Во всей Западной Украине была разбросана сеть автономных бункеров, так называемых «криевок» или, как мы их называем, схронов. Таких «криевок» повстанцы понастроили огромное множество. Только лишь в одной Львовской области их в 1944-1946 годах обнаружили 2517 бункеров. Это не считая обнаруженных схронов с оружием. В сущности, это были долговременные сооружения, которые давали возможность группам до 12 человек при должной осторожности скрываться в украинских лесах годами, переживая суровые зимы и непогоду. Они могли располагаться как в глубокой чаще, так и под крестьянскими домами. Причем деревенские убежища маскировались под самые обыденные сельские помещения – колодцы, сараи, хлева. Первоначально «криевки» чаще всего вырывались на склонах холмов, подальше от поселений и дорог, рядом с водными источниками, чтобы легче было скрыться от собак при преследованиях. Но затем от этой тактики отошли, так как советские органы безопасности, узнав об этом, стали массово находить «криевки» у ручьев. В среднем стандартный схрон на 7-9 человек строился в течение трех недель. Строили те, кто в будущем жил там. Землю атероскопов скрытно выносили на свежевспаханные поля. Бункеры создавались следующим образом. Вырытая в земле нора сверху закрывалась деревянным перекрытием с подпорками. По возможности поверх заливался бетон и насыпался грунт, после чего конструкция маскировалась кустарником, травой и прочими средствами. Глубину «криевки» могли уходить на 3-8 метров. Типичное убежище состояло из одной комнаты 5 на 4 метра, обставленной ящиками с оружием, многоярусными койками, бочками с едой и каким-либо специальным оборудованием, в зависимости от выполняемых жильцами задач. При строительстве схрона пытались создать максимально возможные условия для нормального проживания. Зачастую имелась своя канализация, через которую отходы выливались в специальную яму или в реку. Для отвода дыма над печкой монтировали несколько дымоходов, которые незаметно рассеивали дым. Готовить пищу в бункерах старались в безлунную ночь. Криевки были не только для жилья, но и медицинские, штабные, учебные и любой другой функциональности. Так как активная боевая деятельность в холодное время прекращалась, то с октября до весны повстанцы УПА хоронились в бункерах безвылазно. Или, как они говорили, запечатывались. Что происходит на поверхности, узнавали только из радио до редких вылазок наружу в ночное время. Условия обитания в этот период были достаточно суровые. Вот как они описываются в книге офицера НГБ Санникова «Большая охота. Разгром украинской повстанческой армии». Несколько месяцев без движения, отсутствие солнца, нормальной пищи, свежей воды, спертый тяжелый воздух от плохого вентилируемого тесного подземного помещения, запах биологического распада человеческих отходов. По словам Санникова, выйдя после зимовки из схрона, человек в течение нескольких часов, а иногда и дней, приходил в себя. Полное восстановление происходило в течение пары недель, но перенесенные дни забыть было невозможно. И так до очередной зимовки, которые с каждым годом становились все тяжелее и тяжелее. Сжималось кольцо госбезопасности, сокращалась снабженческая база, почти прекратилась поставка медикаментов, боеприпасов, керосина, необходимого для освещения и приготовления хотя бы раз в сутки горячей пищи. Положенные по норме 60-75 граммов сала или домашней колбасы, хранившихся в закопанных в пол бункера алюминиевых бидонах и пара сухарей, первые недели создавали иллюзию более или менее сносного питания. Потом наступали неприятности. Кишечник отказывался нормально функционировал. В Крыевке неохотно брали женщин. Ответ прост. Виной всему биологические циклы. Санников приводит слова одного из бойцов УПА. Хорошо, что с нами в бункере девчат не было, а то бы еще тяжелее было всем нам. Помню, в прошлые два года подряд бункеровался с двумя связными. Такие хорошие девчата были. И вот каждые 2-3 недели так тяжело дышать было в схроне, хоть плач. И наверх никак нельзя. Солдаты с собаками нас искали. Открыть люк, чтобы проветрить помещение, значило подвергнуться риску быть обнаруженным. Наученные собаки часто отыскивали схроны по исходящим из них запахам. Крыевка выглядела живым гробом, признавались те, кто прошел через них. После нее лесоповалы Сибири или шахты Донбасса многим казались курортом. Неудивительно, что у повстанцев были серьезные проблемы с дисциплиной. Вот что докладывали командиры и политреференты. Часто видно, как шлейны АУН запиваются самогоном. Безделье, грубое отношение к руководству, обязанности исполняет небрежно или совсем не исполняет. Естественно, не от хорошей жизни была выпущена инструкция для националистов. Вот несколько выдержек из нее. Ранней весной, как и зимой, сидеть в бункерах, встречи прекратить. Мужчина-подпольщик не должен ходить к женщинам по личным делам. Если идет к женщинам, должен брать с собой свидетеля. Машинисток и пропагандисток чаще проверять на моральную устойчивость. Венерические больные, хулиганы, пьяницы и распутники должны строго наказываться. В подполье не принимать людей больных, глухих, ненормальных. У докторов-восточников не лечиться, уколов и таблеток не принимать. Многие не выдерживали это испытание и сдавались советским властям. За период с февраля 1945 года по ИН 46-го с повинной явились 52,5 тысячи человек, в том числе немало командного состава УПА и руководящего состава АУН. Только за первые 4 месяца 1946 года с их помощью обнаружено было 2,5 тысячи схронов. В схронах хорошо было прятаться, но не воевать. Обороноспособность различных крыльевок была очень ограниченной. Она обрекала националистов на пассивное сопротивление и почти гарантированную гибель при обнаружении. Поэтому они часто минировали свои тайные убежища, чтобы в случае, если не удастся пробиться через основной или запасной выходы, уничтожить себя. Это было тем более актуально, потому что советские военные постоянно совершенствовали приемы и методы борьбы с бандеровцами. Со временем был разработан комплекс мер по обнаружению и захвату бункеров, домов и лесных укрытий националистов. При поиске тайников армейские подразделения и МГБ действовали разнообразно. Оперативно-розыскные группы могли, например, демонстративно покинуть район поисков или населенный пункт, чтобы расслабившиеся бандеровцы, выйдя из схронов, попали в засаду. Для поиска бункеров военные использовали и массовые прочесывания подозрительных районов. При обнаружении крыевок бойцы не торопились идти на штурм, дымовыми шашками или сигнальными ракетами, дававшими много дыма. После в схрон запускали служебную собаку для выявления живых или активных подпольщиков. За псом мог следовать либо солдат в противогазе, либо чучело в военной плащ-накидке, которое вталкивали внутрь для выявления ответной реакции. Для усыпления повстанцев в укрытиях применялся специальный газ «Нептун-7-93». В начале 50-х на вооружение оперативных боевых групп поступило новое средство «Тайфун» – снотворный газ мгновенного действия, который переносили в небольших баллонах и который старались направить внутрь схронов через вентиляционные отверстия. Для обнаружения крыевок порой использовали и такой экстравагантный способ, как обработка обуви специальным химическим препаратом «Нептун-22», чтобы по запаху следов легко прошли служебные собаки. Эту обувь сотрудники госбезопасности передавали курьерам повстанцев через своих внедренных в националистическое подполье агентов. В январе 2017 года ЦРУ США опубликовало большое количество материалов, ранее считавшихся секретными. Среди них оказались документы, касающиеся отношений ЦРУ с украинскими националистами. Американские разведчики установили связь с руководством Организации украинских националистов во второй половине 40-х годов. И связь эта прервалась только в начале 90-х, с распадом Советского Союза. Один из самых ранних документов датирован апрелем 1947 года. Это говорит о том, что ОУПА могли успешно вести свою деятельность при подготовке и информационной поддержке американской агентуры. А у нас на сегодня все. Всем мира и светлого неба над головой.